Хонда Цивик на полной скорости врезалась сзади в Газель, недалеко от слияния улицы журналистов с сибирским трактом. Авария произошла на глазах множества очевидцев, и никто из них не мог понять, в чем же причина происшествия. После удара обе машины отбросило на встречную полосу. Благо, там они никого не задели. Водитель иномарки после того, как выбрался из машины, просто сидел на асфальте и практически не реагировал на все происходящее вокруг. Рамиль Шайдулин спросил, с чем это может быть связано. Друзья водителя Хонды, приехавшие на место происшествия, как могли, ограждали молодого человека от внимания окружающих. При этом сам он едва мог даже двигаться, сидел на асфальте и мало реагировал на происходящее вокруг. Приехавшим врачам скорой помощи товарищи водителя иномарки также были не очень рады. Все нормально, спасибо большое. Очевидцы происшествия нормальным все произошедшее не считали. Рассказывают, обе машины ехали со стороны компрессорного завода. Автомобильного потока угорел зеленый и рядом с пересечением сибирского тракта с улицы журналистов. Хонда вдруг неожиданно прибавила газу. При этом объехать впереди идущую газель водитель иномарки даже не пытался. Прямо след за ним так и ехал. Он сам прям влетел, как будто с ускорением пошел. Не знаю уж как так случилось. После столкновения обе машины выехали на встречную полосу и только там смогли остановиться. Благо никого больше они не задели. Для группы поддержки водителя иномарки виновник был Ясин. Вот короче он взял, что он взял. Он взял, он взял, они ехали за другом. Подожди, он друг за другом, они ехали, отступил. Ясин, 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 ясин. И он в него врезался. И потом его понесло сюда, на встречную полосу. А ничего направления не надо. А что он делает на встречную? Его понесло, потому что он его толкал еще. Конечно, конечно, я видел. А вы его защищаете? Я его защищаю, потому что он сам шоком состоялся, чтобы не он врезался. Не защищаете? Вот оттуда он. А вы, между прочим, тоже пьяный. Я? Да, он вас разил. Водитель Газели был сильно расстроен. Рассказывать о своих предположениях не захотел. Молодого человека, сидевшего за рулем иномарки, медики все же осмотрели. Не дожидаясь их диагноза, очевидцы предположили, что у молодого человека был приступ эпилепсии. Только ответить, когда он был, во время движения или уже после аварии, никто не смог. Этим можно объяснить и попытки товарищей молодого человека оградить его от внимания окружающих, и попытки отказа от медицинской помощи. Эпилепсия является показанием к ограничению прав на управление автотранспортом. Верны ли предположения очевидцев? Теперь будут устанавливать автоинспекторы после постановки точного медицинского диагноза водителю Хонды. Рамиль Шайдулин, Чулпан Касимова, Игорь Романов. Вызов 112.